В то время, когда другие дачники тратят долгожданные выходные на прополку огорода, но уже через несколько дней обнаруживают, что их труды пошли на смарку, и сорняки вновь атаковали утерянные позиции, Лариса Ивановна использует в борьбе с нежелательной растительностью всем известные и простые средства. Берем золу, сухую, чистую, она без всяких добавок, и добавляем гашеную известь. Получившейся смесью огородница посыпает грядки с культурными растениями. Так ей удается и сами посадки удобрить, и от сорняков избавиться, и даже бороться с некоторыми вредителями. А еще такой существует верный способ. Можно травку уничтожить, хорошо даже ее кипяточком, и перемешать ее с уксусом. Дачница из Киевского горда демонстрирует урожай малины. Между кустами лежит солома. Еще один старинный и проверенный способ борьбы с сорняками. А вот там, где соломы нет, выросла трава. Теперь от нее придется избавляться с помощью садовых инструментов. Солома в тюках. Она делится на такие пласты. Мы укладываем между клубничкой. Пространство все должно быть заложено. Защитить междуряди от прорастания сорняков можно, застелив землю обыкновенным картоном. Листы стоит прикладывать плотно друг к другу, а лучше внахлёст. Отсутствие солнечного света не даст растениям-вредителям развиваться. В борьбе за урожай помогут и опилки. Они не должны быть свежими. Насыпать их между рядами нужно плотным слоем. Вместо них, кстати, подойдет песок. Эти методы применять не приходится часто. Это более эффективно, чем сапать сапкой. Лариса Кононенко уверяет, ее способы борьбы с сорняками самые простые и эффективные. А главное, все выращенные продукты экологически чистые и никакой химии. Если у вас есть свои секреты выращивания суперурожая, поделитесь ими, позвонив по телефону в редакцию телерадиокомпании «Крымский экран» 208-18.